Всем привет! Меня зовут Дмитрий Пыжьянов, работаю в сфере отопления и сантехники уже 15 лет. Сегодня будем разбираться из чего состоит двухконтурный газовый котел. Будем рассматривать его по четырем пунктам. Это устройство преобразования тепловой энергии в самом котле. Это один блок. Но это может быть газ, электричество и так далее. То есть преобразование тепловой энергии из того или иного вида топлива. Далее мы будем рассматривать гидроблок, гидрогруппу этих котлов. В основном газовый двухконтурный будем смотреть из чего состоит. Дальше система дымоудаления, потому что будем газовый рассматривать котел. И в конце концов автоматика, которая связывает все эти системы в единую целую под названием двухконтурный газовый котел. Работаю я уже довольно давно. И вот на моем сайте вы можете, например, задать вопрос, если он коротко, я отвечу без проблем. Можете воспользоваться услугами, онлайн-консультация, грамотный проект. Ну, в общем, все подробности будут на сайте. Также обучаю уже больше двух лет ремонту газовых котлов. У меня есть курсы, которые я создал. Это котельный баблорук, грамотные инженеры, сами с котлами. Ну, все подробности есть на сайте. В общем, грамотный инженер, к примеру, да. Это комплекс обучения, как на этом, на всех этих системах, монтаже, обслуживании, автоматике и так далее. Как на этом зарабатывать до 350 тысяч рублей в месяц. Из чего состоит, в общем, все подробности посмотрите на сайте. Ссылки, естественно, будут в описании и в подсказке в правом верхнем углу экрана, точнее, вот здесь. Я однажды уже снимал видео, вот принцип работы двухконтурного котла. Можете посмотреть, там довольно подробно, прям со всеми описаниями, полностью структурой котла, полностью готовая презентация, как, где, что запускается. Но сейчас мы с вами рассмотрим, из чего он состоит и вкратце опишем, как это все дело работает. У меня как раз за спиной разобран бэушный двухконтурный газовый котел, которому 13 лет, он в отличном состоянии. Мы с вами сейчас посмотрим каждый его блог по этим четырем пунктам. Ну что ж, вот это чудо корейского производства от компании Навьен, Маден Корея, можете обратить внимание. Итак, значит, из чего он, собственно говоря, состоит. Итак, теплогенератор у нас находится вот в этой части. Так как этот котел у нас использует вид топлива газ природный или пропан-бутан, у нас есть газовый клапан, который подает нам, собственно говоря, газ на горелку. Это вот в этой части у нас находится газовая горелка. Туда подается газ с помощью пьезорозжига. Блок управления подает искру и, собственно говоря, происходит горение смеси газа и воздуха смеси. И, собственно говоря, образуется тепловая энергия. Это первый пункт. Так как котел у нас турбированный, дымоудаление происходит, ну, вентилятор установлен, дымоудаление происходит из-за нагнетания давления воздуха в камеру сгорания. Нагнетается давление воздуха, подается газ, эта смесь горит, тепловая энергия производится. И, собственно говоря, через вот этот вот патрубок, через теплообменник, выходит, происходит дымоудаление. Ну и, собственно говоря, в этой модели стоит пресостат. Там с датчиком холла и магнитом. Ну и, собственно говоря, это все автоматизируется с помощью платы управления. Это уже автоматика. Итак, первый пункт у нас газовая горелка, теплогенератор. Второй пункт это дымоудаление. Это вентиляторы, патрубок, которые через коаксиальный дымоход выбрасывают нам продукты сгорания на улицу, чтобы вы не задохнулись и не дышали всякой гадостью, потому что происходит при сгорании очень много различной гадости. Третий пункт – гидрогруппа. Вот она собственной персоной. Циркуляционный насос, воздухоотводчик, пластинчатый теплообменник вторичный, который, собственно говоря, прогревает. И там глубоко-блуглубоко, вот там в углу спрятался трехходовой клапан. Кстати, для ремонта и обслуживания это один из самых неудачных котлов, потому что здесь корейская схема расположения гидрогруппы. И вот, чтобы трехходовой клапан поменять, придется снять полностью гидрогруппу, теплообменник. Короче, тут почти все придется разобрать, чтобы его достать, хотя это считается расходником. Значит, гидрогруппа отвечает за то, чтобы нам переключать, во-первых, потоки. Этим же трехходовым клапаном нагревается, значит, у нас теплообменник первичный. Поступает тепловая энергия, насос циркулирует. В штатном режиме, когда прогревает отопление, вот у нас подача с обраткой. Это отопительный контур, это горячая вода. Собственно говоря, трехходовой, когда переключает, нагревает нам пластинчатый теплообменник. Холодная вода зашла, горячая вода вышла по протоку. Далее трехходовой переключился, насос циркулирует по системе отопления и нагревает нам систему отопления. Также служит, конечно, воздухоотворчик для удаления излишек воздуха, которые нам там абсолютно не нужны. И установлен у нас расширительный бак. Я не беру всякую мелочевку, там, манометры, датчики, понятное дело, это уже автоматика. Но гидрогруппа находится вот в этом котле в левой части. Здесь у нас газ и автоматика. Присостат это автоматика дымоудаления. Ну и, собственно говоря, вот гидрогруппа. Ну и к гидрогруппе можно отнести также и расширительный бачок, который, кстати, очень удобно установлен. И довольно удобно его обслуживать, прокачивать и так далее. Ну и к гидроузлу также относится первичный теплообменник, который у нас нагревается с помощью газа, теплогенератора. И уже циркулирует вода. Теплоноситель циркулирует по той части, которая необходима. И всё это бы лежало мёртвым грузом без автоматики управления. Плата управления котла. Автоматика, конечно, бывает, ну такая механическая, грубо говоря. Вот если посмотреть, есть автоматика Евросид 630, один из самых распространённых клапанов. Но здесь у нас 220 плата, идёт, значит, газовый клапан, он электронный, пьезорозжик, он электронный, датчики, вся-вся-вся система автоматики, это электронная. Здесь установлена программа и процессор управляет всеми, собственно говоря, процессами. Масло масляное, конечно, но, собственно говоря, плата даёт сигнал с пульта управления, приходит сигнал. Нам надо греть отопление. Хорошо. В первую очередь запустим насос, проверим, что у нас есть циркуляция. С помощью датчика протока увидим, что у нас циркуляция пошла. Отлично. Дальше запустим вентилятор и посмотрим, создаётся ли давление необходимое для того, чтобы дымоудаление происходило. Хорошо. Пресостат даёт сигнал на плату. Всё отлично, всё работает. Датчик протока дал сигнал на плату, что у нас циркуляция есть. Теперь начнём подавать газ. Сейчас откроется в первую очередь основная катушка газового клапана. Далее сработает катушка модуляции. И даст... А тут двойная идёт катушка на закрытие. Защита, в общем, двойная. И дальше идёт катушка модуляции, которая регулирует, большое или маленькое пламя будет у нас гореть. Вентилятор запускается в этой модели на минимальную мощность. Здесь датчик холла считывает то, что у нас минимальная мощность. Отлично. Катушка модуляции даёт нам газ на минимальной мощности. Котёл разгорается. Если всё хорошо, через некоторое время катушка модуляции открывается на полную и начинает прогревать, если есть на то, собственно говоря, причины. И вся эта автоматика регулирует нам каждый процесс в этом теплогенераторе. Ну и не забудем про горячую воду. Точно так же у нас работает система дымоудаления и так далее. Далее у нас стоит датчик протока на холодной воде. Когда происходит проток холодной воды на горячую, вы открыли смеситель. Плата понимает, что нам нужно прогревать горячую воду. Она начинает прогревать пластинчатый теплообменник. Трёхходовой клапан перекрывает нам систему отопления полностью. Ну, один из патрубков, проще говоря. И начинает греть на полную мощность. Котёл включается. Горелка начинает... Ну, модуляция пошла на полную мощность. Прогревается пластинчатый теплообменник на полную мощность, потому что проток холодной воды, ну, извините, его надо нагреть. Ну и так вот у нас работает горячая вода. Смеситель закрылся. Датчик протока показывает, что у нас расхода ГВС нет. Открывается трёхходовой клапан на систему отопления. Насос всё это время работает. Расширительный бак – это как бачок, который следит, грубо говоря, за давлением. Надсмотрщик такой, да? Вот. Там находится мембрана. При нагреве вода, такая сволочь, начинает расширяться. Ну и нужно куда-то идти излишки деть. А система у нас закрытая. Весь теплогенератор закрыт. Никаких у нас открытых баков нет, как по старинке. И чтобы давление не скакало вверх-вниз, там отключения не было, расширительный бак этим делом всем занимается. Ну что ж, надеюсь, это видео было для вас полезно. Я был для вас полезен. С вами был Дмитрий Пыжьянов, он же грамотный сантехник. Всем огромнейшей удачи, счастья, здоровья, любви и до встречи. С вами был Дмитрий Пыжьянов.